Сила стихии и величественное умиротворение природы. В Алтае, на недоступном уголке цивилизации, рязанский фотограф Сергей Голубков запечатлел часовню погибшим альпинистам. Фото было сделано у подножия горы Белуха в июле 2015 года и получило международное признание. Фотография вошла в топ-10 лучших снимков от России в международном конкурсе «Фотобрикс-2016», который представит нашу страну на итоговой выставке в Гоа. Также в числе стран-участниц – Китай, Бразилия, ЮАР и Индия. В фотографиях авторов отражается величие и образ мысли целой нации, сформировавшие ее особенности и традиции. Фото Сергея – одно из тех, которые смогут тронуть иностранного зрителя и раскрыть глубину русской души. Удовлетворение. На международных конкурсах я не выставлялся еще. И для меня была какая-то, может быть, чуть-чуть такая планка повысилась, что действительно, может быть, фотографии какие-то мои, может быть, чуть-чуть интересные кому-то будут. Молодой рязанец увлекается фотографией всего 4 года, но уже имеет огромную коллекцию пейзажей из многочисленных пеших походов. Кавказ, Хибины, Урал, Саяны, Закавказье, Алтай, Карпаты – в объективе Сергея отражение горной России. Любовь к первозданной природе у него с детства. Вместе с родителями Сергей часто гулял по лесам Рязанской области. Сегодня же он инструктор по детско-юношескому туризму и постоянный участник походов разной категории сложности. Хотел давно на Байкал поехать. И мы в феврале идем, коньковый поход на Байкал. Уже билеты купили на самолет. Осталось подготовить основное, купить коньки специальные для походов. И, наконец-то, я попаду на Байкал. Новый поход, новые впечатления и новые снимки, передающие неповторимую атмосферу девственной природы. Надеемся, что рязанский фотограф-путешественник еще не раз напомнит зрителям, что за пределами городских джунглей лежит непознанный мир дикой природы. Остается пожелать Сергею удачи на конкурсе, итоги которого подведут до конца года.